Богатство города Богатство города Богатство города Божия задачи, находящиеся в компетенции арбитражного суда Карачаева-Черкесии на благо республики и страны в целом. Богатство города, его жители под таким девизом отметили 96-ю годовщину города Карачаевска. На центральной площади имени героя России Канамата Баташева прошел праздничный концерт, где отметили почетными наградами заслуги славных сынов и дочерей, которые проявили себя в различных сферах жизнедеятельности. От имени главы республики поздравил жителей Карачаевска первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хазарчикуев. Он подчеркнул, что жители города бережно хранят историческое наследие, традиции предков, а также отратно видят, что город расцветает и открываются новые различные объекты. После Хазарчикуев вручил почетные грамоты правительства региона представителям различных профессий. Окруженный величественной природой Карачаевск является красивейшим живописным городом нашей республики, где живут душевные и открытые люди. Вы бережно храните историческое наследие и традиции предков, достойно воспитывайте молодежь. Город славится и своими спортсменами, деятелями искусства и науки. Многие борцы Карачаевска являются стулованными спортсменами, которые сегодня воспитывают будущих звезд Олимпа. Карачаевск – город молодежи и студентов. Их энергия, креативность и вера в свои силы подтверждают, что нет ничего невозможного для того, кто стремится вперед. Мы видим, как динамично развивается Карачаевский городской округ. Каждое новое здание, ремонт дорог, развитие образования, культуры и спорта – все это делается для наших детей, чтобы они жили счастливо и благополучно. Желаю Карачаевску и его жителям благополучия. 1 декабря – предельный срок уплаты земельного транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2022 год. В подразделениях Налоговая служба Республики прошла акция «День открытых дверей», посвященная вопросам начисления и уплаты имущественных налогов. Подробности у Алеба Ташева. Сегодня пошел, у нас на почте оплачивают коммуналку, пошел оплачивать, мне вручили налог оплатить. Пришел с Волгограда. До конца октября почти 500 тысяч налоговых уведомлений будут направлены жителям республики. По почте с заказным письмом размещены в личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах. В документе указана сумма транспортного земельного налога, налога на имущество физических лиц за 22-й год. Мухаммед Кишмахов пришел в операционный зал налоговой службы для получения консультации специалиста по важным для него вопросам. Я не помню, то ли по этим штрихходам оплачивают налог на землю, то ли налог на квартиру, на имущество. Или поэтому, или пускай тут помогут оплатить. На день открытых дверей ждем всех, поможем, разъясним. С какими вопросами чаще всего обращаются? Применена ли льгота, объекты налогоблажения бывают, у налогоплательщиков нету объекта, а уведомление появляется. Мы делаем запросы в регистрирующие органы, ну и исправляем, если есть появленные ошибки. По желанию гражданина налоговое уведомление можно получить дополнительно, обратившись с заявлением в любой налоговый орган или МФЦ, представляющий данную услугу. А если в нем содержится некорректная информация об имуществе или владельце, что делать, если в документе не отражены действующие льготы? Для ответов на эти другие вопросы налоговой службы республики организованы дни открытых дверей. Налогоплательщики, напомню, что должны уплатить налог до 1 декабря текущего года по начислениям за 22-й год. А в случае неуплаты со 2 декабря начнутся уже исчисляться пении. По 1,3 ставки рефинансирования за каждый день просрочки данных налогов. Наше мероприятие проводится не только в Черкесске, но и по всем обособленным подразделениям республики для всех налогоплательщиков с 9 до 20.00. Следующий день открытых дверей пройдет 16 ноября во всех обособленных подразделениях Управления налоговой службы республики. Это в Черкесске, Усть-Жигуте, Карачаевске, Учки-Кене, Зеленчугской, Преградной, Адыге-Хабле и Хабезе. Если налогоплательщики не смогут лично участвовать в мероприятии, они могут получить ответы на интересующие вопросы дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы, говорят в ведомстве. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Неделя без турникетов. Так называется акция, в рамках которой учащиеся образовательных учреждений Карачаева-Черкесии могли познакомиться с деятельностью ряда предприятий республики, узнать больше об имеющихся вакансиях. Так гостями завода «Каскад» стали воспитанники многопрофильного технологического колледжа. Вместе с ними в цехах побывал наш корреспондент Артур Мхце. Работала больше 40 лет. Единственная запись в трудовой книге у человека. Да, потому что это интересная работа, было у кого учиться, было чему учиться. Представитель завода «Каскад» рассказывает гостям о работе на производстве. Так, для студентов многопрофильного технологического колледжа начался день без турникетов. Эти юноши в скором времени закончат образовательное учреждение, поэтому самое время задуматься о трудоустройстве. На предприятии всему необходимому их непременно научат. Жанна Шаманова трудится на заводе 6 лет. Приходилось сюда без опыта. Человек приходит к вам с нуля полного. Может ли он чему-то научиться у специалистов, или ему необходимо изначально обладать какими-то навыками? Конечно, можно. Я тоже вот с нуля пришла 6 лет назад и быстро научилась подсказывать, которые работают. А у вас в чем заключается работа? У нас вот литейка, мы льем материал. Большинство тех, кто приходит на «Каскад», остаются здесь на десятилетия. Они осознают важность своей части общего труда. Здесь колесо ставится на станок и вырубывается правильно. Сдается шаг, какой нам нужен, что мы собираем там. И одеяем карточки, режем на карточки. Потом эти, это компакты, вставляются в изолятор. У нас есть внутреннее обучение, образование на уровне завода. Без отрыва от основной профессии. Соответственно, любой студент, окончивший УЗ, может прийти и после того, уже после вузовского образования, и, соответственно, получить здесь дополнительное образование, опыт и продолжать работать. А далее уже повышать квалификацию в более уже квалифицированных учреждениях. Кто-то из студентов уже имеет определенные навыки, чтобы сразу взяться за выполнение конвейерной сборки счетчиков и многого другого. Так Артем успешно использует имеющееся оборудование. Впрочем, учащийся четвертого курса колледжа пока раздумывает над вариантами, так как ему все-таки ближе ремонт различных видов техники. Просто беру провод и припаиваю его к одной из точек на платье. Ну да. Красный сюда, да? Ну для чего это? Красный по второму. Сюда. У тебя уже опыт имеется, да? Опыт небольшой. Я сам, ну такой мелкий. Я по образованию электрик-монтер, но мелкий такой я занимаюсь сам дома. Захотят ли студенты колледжа связать свое будущее с заводом, который осуществляет разработку, производство и реализацию счетчиков и электромонтажных устройств? Может, день без турникетов для кого-то из них станет началом длинного профессионального пути? Думается, после столь подробной и интересной экскурсии по одному из крупнейших предприятий региона у ребят появилось куда больше информации? Артур Мхцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия Около двухсот производителей из Карачаева-Черкесии и других регионов России приняли участие в ярмарке-выставке, организованной в республиканской столице. Контроль за ценами осуществляла специальная группа, составленная из руководителей ряда ведомств. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхцелебастанова. Одно из самых масштабных торгово-развлекательных мероприятий Карачаево-Черкесии привлекло внимание огромного числа производителей не только из городов и районов нашей республики, но также из соседних регионов, чего здесь только не было. И даже некоторое, по мнению ряда посетителей, неудобство с доступностью территории нивелировалось разнообразным ассортиментом свежих товаров и порой радующей ценой. Ну, удобнее, конечно, на рынке, выбора больше, а по цене, конечно, здесь более приемлемо, да. У нас очень продукция самая вкусная, самая качественная, так что приходите к нам за покупками. Это откуда? Мёд из Краснодарского края. Сами мы местные, но с пчёлами туда выезжаем. Рядом с тибердинской капустой можно было увидеть мёд из Краснодарского края, а по соседству с саженцами из-за Адыгихабльского района расположилась продукция крупных предприятий лёгкой промышленности. Организаторы заявляли, что цены на ярмарки будут ниже рыночных и сделали всё возможное, чтобы слова не разошлись с делом. Сегодня у нас уникальная ярмарка, она и сельскохозяйственная, и в первую очередь, наверное, конечно, она ярмарка первая, проводимая здесь, это лёгкой промышленности. У нас, как вы знаете, 2023 год объявлен годом промышленности, Рашидом Бориспичем Тимрезовым. Соответственно, вот сегодня один из моментов, когда у нас легковики могут показать, чем богата, в принципе, наша эта лёгкая промышленность. В основном здесь принимают участие наши с региона сельхозтоваропроизводители. На сегодняшний день мы можем себе это позволить. У нас хорошо развивается на сегодняшний день развитие мясного и молочного скотоводства, не говоря уже о фруктах. На сегодняшний день мы заложим более тысячи гектаров интенсивных садов. Продукция, производимая на территории Карачаева-Черкетской республики, безусловно, является качественной и безопасной, потому что все структуры надзорные, в том числе и Росельхознадзор, осуществляют за этим постоянный мониторинг. Более того, я могу ответственно заявить о том, что большинство наших сельхозтоваропроизводителей являются добросовестными. Подавляющее большинство пришедших на ярмарку людей уносили с собой выгодные покупки. Впрочем, даже тем, кого товары по каким-то причинам не заинтересовали, было на что посмотреть, что послушать. Артисты провели некоторый концерт, а молодёжные активисты мы вместе написали письма поддержки участникам спецопераций в новых российских регионах. Конверты в самое ближайшее время будут доставлены нашим военнослужащим. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. С 20 по 24 октября в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, будет работать выставка продажа меховых изделий со скидками до 40%. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Меховая выставка от компании «Снежка» с 20 по 24 октября включительно объявила о самой большой продаже шуб до 40%. Ассортимент огромный и обновлённый. Администратор выставки Елена Носкова поможет подобрать нужный вариант. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Самое главное, что я хочу сказать, мы объявляем скидку до 40%. Мы привезли огромный обновлённый ассортимент, как в классических моделях, так и в ультрасовременных, в размерах с 38 по 68 размер. Также имеется большой выбор меховых жилетов. На нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первого взноса, без переплаты и никаких дополнительных страховок. При этом вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. 20 минут вашего времени и шубка ваша. Вы можете оформить в рассрочку любую понравившуюся модель и получить меховой жилет в подарок. Вот такая шубка укороченная, рукав-трансформер 58 размера. Стоимость её 85 тысяч. Если вы оформляете в рассрочку на 3 года, она у вас выйдет 2 360 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки вас приятно удивят. У нас идут скидки очень хорошие, например, на этой шубе. Стоимость её 140 тысяч. Сейчас со скидкой 84 тысячи. Шубка идёт трансформер. Подол отстёгивается. Рукавчик отстёгивается. Цвет графит. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Выставка пройдёт с 20 по 24 октября включительно в Центре развития предпринимательства на Горького 8 с 9 утра до 8 вечера. Вас ждут скидки, отличный выбор, качество и идеальные условия рассрочки. 4 ноября в Москве на ВДНХ откроется международная выставка «Форум Россия». Задача каждого региона – как можно ярче рассказать о себе и о достижениях республики. Свою продукцию на выставке представит и бренд «Хитсунов». Слово Альбини Ламковой.